Всем привет! С вами Лена Чудинова, врач, специалист по уютному похудению без жертв и без истерик. И сегодня я хочу поговорить на такую очень актуальную тему, которая просто захватила интернет со скоростью звука. Это ягоды Годжи. Помогают эти ягоды похудеть? Не помогают эти ягоды похудеть? Давайте с вами сегодня будем разбираться сама себе. Вот так вот они выглядят эти ягодки. Вот такие симпатичные. По вкусу напоминают изюм, может быть с курагой. Вот плюс там есть семечки. Вот и я сейчас расскажу, почему собственно их купила, да, и что в них такого хорошего. Вообще эти ягоды не какой-то ноу-хау, они были уже известны давным-давно на восточной медицине. И на самом деле получается, что они просто дошли до нас эти ягоды сейчас. Может быть они доходили раньше, но сейчас как-то это бурно стало развиваться. И первое, конечно, на что я обратила внимание, это конечно же на витамины. Там очень много витамина С, его там в 500 раз больше, чем в цитрусовых. Большое количество витаминов группы В. А витамины группы В это очень хорошие витаминки для нервов, для общения на системе, для мозговой деятельности. И если вы хотите быть бодрые, веселые, энергичные, то конечно же нужно получать витамины группы В. Следующий момент, на что я обратила внимание, это бета-каротин. Это очень хорошо для зрения. Сейчас все сидят за компьютерами, сейчас солнышко, они все носят солнечные очки. И это очень хороший элемент для сетчатки. Также по некоторым источникам сюда входит зеоксантин. Это тоже очень хороший микроэлемент для сетчатки. И сейчас вся втальмологии просто активно его используют в активных добавках, которые покупаем вот в этих вот капсулках для зрения. Следующее, на что я обратила внимание, то что сюда входят аминокислоты, потому что на самом деле далеко не во все ягоды входят аминокислоты. И если вы помните, я делала видео о белках, где говорила о том, что очень важно получать качественные белки, о том, что должны быть полноценные белки. А полноценные белки – это как раз таки белки, в которые входят все аминокислоты. Сюда входит 18 аминокислот, причем 8 из них незаменимые. И вы представляете, это практически как белковый продукт. И знаете, я на самом деле заметила, что когда съешь небольшую горсочку этих ягод, то чувствуешь себя достаточно сытым. Следующий момент, на что я обратила внимание, это состав, конечно же, по минералам. Тут очень много минералов, сюда входит 21 минерал. Не буду на все обращать внимание, на что обратила я внимание. Внимание на то, что сюда очень большой дозировки входит железо. А вы сами знаете, что для женщин, для девушек очень важно восполнять недостаток железа, потому что, на самом деле, у нас есть регулярные процессы, которые происходят каждый месяц. И поэтому чаще всего, очень часто женщины страдают легкую форму анемии. А для того, чтобы восполнять процесс кроветворения, нам нужно железо. Поэтому его здесь в 15 раз больше, чем в шпинате. А шпинат был лидером по содержанию железа. Следующее, на что я обратила внимание, и вообще это слышала еще давным-давно-давно, до того, как вообще пошла эта волна с ягодами Годжи, о том, что ягоды Годжи – это очень хороший источник антиоксидантов. Антиоксиданты, как уже сейчас, в последнее время медицины говорят о том, что если вы принимаете антиоксиданты, то вы будете реже болеть или вы не будете болеть вообще. Потому что антиоксиданты защищают нас от свободных радикалов, они защищают нас от старения преждевременного, прекращают реакцию перекосного окисления липидов, которые разрушают наши оболочки, наши клетки. То есть, на самом деле, тоже очень отличный источник. И я хочу сказать, что в этой восточной медицине они используются для лечения рака, для восстановления после, может быть, операций каких-то, как противовоспалительное средство. И написано, что они улучшают обменный процесс. То есть, пишется, что они ускоряют обменный процесс. И за счет этого, собственно, это прямо вот так вот впились наши рекламодатели активные и говорят о том, что с ними можно похудеть. На самом деле, я могу сказать, что если вы будете есть ягоды Годжи, если вы будете есть тортики на ночь, если вы будете лежать и никакого шевеления телом не производить, то, скорее всего, вы не похудеете. То есть, не надо себя те же надежды. Но если вы хотите получить достаточное количество витаминов и в то же время, чтобы это были витамины натурального происхождения, то, на мой взгляд, ягоды Годжи достаточно такой хороший вариант альтернативы поливитаминам. А поливитамины обязательно нужно принимать во время похудения, потому что, ну, в принципе, сейчас уже медицина давно об этом говорит, что мы не получаем то необходимый набор витаминов, которые должны получать с продуктами питания. Вот поэтому ягоды Годжи, мне кажется, в этом случае просто отличный вариант. Вот поэтому я купила эти ягоды сама. Я могу сказать, что я очень обрадовалась тому, что у меня пришли настоящие ягоды, потому что я видела, что на многих форумах, на очень многих отзывах я слышала, что приходят не ягоды Годжи, а приходит какая-то сушеная клюква, и люди очень сильно расстраиваются. Вот поэтому внизу я оставлю обязательно ссылочку, где покупала эти ягоды я. Надеюсь, что для вас это видео было полезным. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся обязательно в следующих видео, а я жду ваших комментариев. Мне очень интересно, пробовали ли ягоды Годжи, не пробовали ли ягоды Годжи, вот каково ваше ощущение. Буду рада вашим комментариям, и до встречи с новых видео. Всем пока!